Здесь кто? Мама. Слово «мама» Анна слышит чаще всего. У нее четверо дочерей. Говорит о таком богатстве и не мечтала. Сейчас не представляет, чтобы у нее был сын. Дом наполнен женской энергией. Мы всегда очень готовимся к фотосессии. Хотелось бы это прямо оставить надолго в памяти. Очень трудно собрать большую семью вместе. Семья брата, моя семья и наши бабушки с дедушками. Моменты, когда вся семья вместе, редки. Все заняты делом. Супруг Игорь помогает Анне по дому. Поэтому в третьем декрете она смогла освоить две профессии и изменить жизнь. А подтолкнули к этому дети. Ведь хотелось запечатлеть каждый момент их взросления. Вдохновение меня накрыло. Я решила заняться фотографией. И это было не только увлечение фотографией. Я еще занималась. Я шила одежду, такие съемки, прям под ключ. С оригинальными творческими костюмами, такими сказочными. Красоту шила, красоту снимала. Сначала малышей, потом и взрослых. А спустя 8 лет зашла в издательское дело. Мама выпускает новый журнал. И я фоталась на обложку журнала с моей сестрой. Детский вопрос и здесь один из ведущих. Для этого есть целая рубрика. Чудо-дети – это уникальные ребятишки, которые обладают уникальными навыками. Например, кто-то хорошо рисует, кто-то в три года является уже моделью профессиональной. Кто-то занимается визажем и делает очень крутые прически, причем уровня такого взрослого. Авторитетные барнаульцы и их достижения тоже на страницах журнала. И Анне приятно, что именно ей доверяют рассказать об их успехах. Детельная мама вдохновляет и дочерей. Полина позирует на фото, Алена рисует, Ксения – начинающий ногтевой мастер, а Елизавета в 15 лет уже работает визажистом. Мама как раз-таки подтолкнула меня к этому начинанию, что ли, быть более самостоятельной, иметь собственный достаток. Это же круто для подростка. Тяжело воспринимать себя по-другому в обществе. И как окружение воспринимает себя. Вот мне 13 лет, и я начинаю работать с людьми. Все такие, ого, ты что, ты что моя, ты что такая маленькая. И хотя Анна переживает, что семья недополучает ее внимания, в то же время она гордится самостоятельностью девочек. О своем опыте рассказывает другим в своей школе развития. Там же создает пространство для общения и обучения для всех желающих. А еще планирует выводить бизнес за пределы страны. Она смеется, что у нее необычная семья. Но именно это и делает их жизнь интересной. Если бы не мой семейный тыл, ничего бы того, ни новых проектов вообще бы ничего не было. Анастасия Дороган, Алексей Призин. День с толком.